Светлана Франция Я спросила в видео, хотите ли вы увидеть мои подарки, многие написали, что им было бы интересно. Поэтому сегодня я делаю такое видео. Сразу хочу сказать, что я живу во Франции, у нас другой взгляд на подарки, чем в России. Французы, они менее, как бы сказать, ну, наверное, чтобы никого не обидеть, материалисты, может быть, менее внимательны. Для нас в России, для меня, я думаю, для моих зрителей подарок – это участие, это внимание, проявление чувств, проявление уважения к человеку. То есть, не важно, какая ценовая стоимость подарка, но у нас принято дарить подарки. Во Франции же люди, родные могут запросто прийти без подарка, просто поздравить тебя, может быть, в крайнем случае подарить один цветок, а то и нет. Даже цветы здесь не всегда дарят. То есть, это совсем другая ментальность. И к этой ментальности мы привыкаем, когда живем здесь. Все семьи разные. Я сегодня говорю только за себя, за мою семью, за мой опыт. Мне повезло, муж у меня обожает делать подарки. У него уже был, у него в семье был такой папа, мама. То есть, они, у них есть культура, вот, отмечать день рождения, дарить подарки. Во многих семьях это совсем по-другому. Поэтому все подарки, которые я вам сегодня покажу, исходили из моей семьи. Какие-то были подарены раньше, какие-то позже. Также часто французы просто дают вам конверты с денежной суммой или с чеком. И потом вы сами выбираете подарки, как это сделала я. Или спрашивают, что мне подарить. В общем, не будем долго тянуть, а оставайтесь со мной всем, кому интересно. Сразу хочу извиниться за свет, так как у нас на улице сегодня очень пасмурно. Поэтому пришлось включать все лампы. Ну, не страшно. Начинаем. Итак, мне хотелось бы начать с двух пар обуви. В данный момент у меня такой образ жизни, довольно-таки домашний и довольно-таки такой школьный. Я постоянно хожу за Сашей в школу гулять. В выходные мы выходим на какие-то прогулки. Поэтому моя любовь – это слепоны, это кроссовки. И на день рождения я попросила себе одну пару кроссовок. Вторую мне купил муж, не спрашивая. В общем, не спрашивая, то есть увидел, что мне нравится и купил. И первая пара – это вот такие адидасы. Я думаю, что они многим известны. Это белая модель. У них черный такой вот, я как бы сказать, даже сзади. Пяточка черная и золотая штучка на язычке. Они кожаные, они белые. И они очень удобные. Бывают они в различной расцветке и с зеленым, и с красным, сзади. То есть, бывают у них золотые даже носики. Очень удобная модель. Мне понравилась. Она подходит ко многим аутфитам. И я с удовольствием их ношу. В общем, этот подарок был один из первых подарков. Я не буду сегодня говорить, вот этот подарок мне подарила, вот эта подружка, вот этот подарок мне подарила свекровь. Я думаю, что никому это не интересно. Буду просто показывать подарки. Также еще одна пара обуви. Это также адидасы, но такие, как адидасы, больше тапочки. Они тканевые. И у них очень широкие шнурки. Очень удобные. И сейчас в тренде, в моде, я не знаю, как у вас, но у нас во многих магазинах появляются кроссовки или какая-то обувь с такими широкими, широкими, как это называется, шнурками. То есть, это смотрится очень интересно, очень элегантно и очень модно. И когда я увидела вот эту пару, с одной стороны, она очень простая, она очень удобная, она очень легкая. Конечно, я не буду носить ее всю осень, потому что она из ткани. Но сейчас, вот на нашу осень, это самое то. Я выставляла их в инстаграме, обязательно вставлю вам фотографию. И я с удовольствием их ношу. Тем более, у них заостренный носочек. И это придает им... Как бы ножка, она удлиняется, становится тоньше. То есть, учтите, вот кто хоть небольшого роста и хочет, чтобы ноги казались роднее, то нужно выбирать модель вот с таким носочком. И тренд, это вот такие широкие лассе по-французски, по-русски шнурочки. Нам, потому что этот подарок, он предназначен для двух человек, был подарен вот такой ванда-бокс. Вы знаете, это очень известный подарок, так я его назову во Франции. Это вот такой бокс, там есть книга, где мы выбираем... У нас, по-моему, здесь два дня... Нет, три дня в замке, плюс обед, по-моему, или ужин праздничный. То есть, мы выбираем место, куда мы можем с мужем поехать, с ребенком. Там можно взять ребенка, если вы хотите. И на какой-то выходной день, и проводим три ночи бесплатно. То есть, человек, который подарил, уже оплатил это в каком-то замечательном месте. Пробуем их кухню. И я думаю, что это очень классный подарок. Надеюсь, что мы сможем выбраться. Я обожаю замки французские, Шато-ду-Луар и так далее. Мне очень хочется посетить, побыть, отличие от обыденности, от быта. Замечательный подарок. Я обязательно оставлю сейчас носки, названия на подарки, на косметику, на вот такие штучки в инфобоксе. Кому интересно, то заглядывайте. Мне было подарено несколько духов, ароматов, как хотите, так и называйте. Сегодня я не буду останавливаться на каких-то нотках, описывать их и так далее. Просто назову вам, какие ароматы были мне преподнесены. И первое, это Шанель, Шанс. Я думаю, что все его знают. Это кругленькая вот такая версия о Тантре. И это просто блаженство. Он и свежий, и фруктовый. Фруктовый. То есть, я обязательно, если хотите, чтобы я возобновила рубрику о моих ароматах, то обязательно ставьте пальчики вверх. Я сделаю такую рубрику. Просто разобновлю, потому что у меня была уже на канале. И второй аромат, это аромат от Герлен, Аква, Аллигорья, Фиг и Ирис. Это инжир и Ирис. Ну, это такой интересный аромат. У меня никогда не было вот таких версий Герлен. Аромат Герлен у меня есть. Но вот именно вот в такой версии не было. Цветочно-фруктовый. И он, ну, это что-то необыкновенное. Вы знаете, когда появляется такой аромат, то хочется попробовать все остальные. И я понимаю вот таких парфюма-маньяков. Это что-то очень фруктовое, что-то очень элегантное, очень насыщенное. И совершенно неприторное. Я скажу мои ощущения позже. Опишу вам. У кого есть, обязательно делитесь. Кто что любит вот в этой версии от Герлен. Я думаю, что Шанель, она известна. Она тоже идет в различных версиях. Ну, вот именно инжир и ирис на осенний период – это песня. И также, кто смотрел мои влоги, то знает, что мы были на моем день рождения в Париже. Это еще один из подарков моего мужа. Мы обедали в замечательном месте. Мы гуляли. Мы ходили в Бон-Марше. Это коммерческий, не коммерческий центр, а самый большой такой центр, где есть бутики. Это самый первый на Рив-Гоша. И я решила попробовать. А он разрешил мне попробовать, мой муж, парфюм Джо Малун. Джо Малун? Джо Малун по-французски Джо Малун. И было очень много всего. Были большие версии. Я решила остановиться пока на маленьком флаконе, потому что духов у меня, ароматов очень много. И мне хотелось бы... Вы знаете, когда у вас день рождения, праздник, вы забегаете в этой небольшой такой праздничной суматохе, невозможно сразу выбрать что-то. И то хочется, и другое. Но мой выбор остановился на аромате, на небольшой версии. Я покажу поближе, которая называется помегранте, помегранте. Я считаю по-французски нуар. Наверное, это что-то, что-то такое, черное яблоко, может быть. Помегранте, нуар. Если неправильно, то я, наверное, исправьте меня. И мой выбор остановился на помегранте нуар. Это очень свежий аромат. Это волшебный аромат. Это фруктовый аромат. Это что-то необыкновенное. Он легкий. Я не скажу, что он долго держится. Кто-то мне написал, что нужно наносить его на молочко для тела. Точно такой же аромат, той же марки, чтобы он держался дольше. Ну, вот этот аромат, он мне будет ассоциироваться с этим днем, с днем моего день рождения. С Парижем, с моим любимым Le Bon Marché. И с моим мужем, со счастьем, с умиротворением. В общем, с моими годами, которые я приобрела. И мне дали еще пробник, который я буду пробовать. Даже не знаю, как он называется. Открою, обязательно попробую, и потом все вам расскажу. В общем, вот такой замечательный подарок. Также один из подарков, я так его называю, потому что недавно муж подписал меня на коробочку красоты. Это не рассылка, это не пиарный ход, нет. Эту коробочку красоты я как-то увидела в интернете, просто, как мы всегда, смотрела интернет, и напала на эту коробочку красоты. Эта коробочка красоты называется Prescription Lab, французская коробочка. И вы знаете, мне очень она понравилась. Я рассказала мужу, и он, как всегда, такой у меня добрый, хороший, и очень любящий, зашел на их сайт и подписал меня. И вот абонемент этой коробочки стоит 19,90. Мне просто хотелось бы поделиться с вами этой информацией, кому интересно. И я влюблена в эти коробочки. Наполнение просто волшебное. Оно небольшое, но в то же время такие классные продукты. Здесь всегда идет, например, один продукт. Я по-быстрому вам сегодня. Косметика. Например, вот здесь вот помада от Bar Minerals. Бывает в одной... У меня уже эта четвертая коробочка. Как-то была тушь марки Джекобс. И потом идут уходовые средства очень хороших марок и полноразмерные. В общем, классные средства. Если хотите обзор на вот такие коробочки, то я... У меня их уже 4, я обязательно сделаю такое видео. Ставьте пальчики вверх и посмотрим, что же есть в этих коробочках. Какие коробочки существуют во Франции. Ну, вот в эти коробочки я на самом деле влюблена. Как-то было даже мизоролево. Ну, вообще классно. Еще один из подарков. Я как бы его приобрела сама. Мне дали определенную сумму. Я приобрела его сама. Зашла также в Киллз и купила свой любимый крем с авокадо. Этот крем у меня уже был. Я его как-то заказывала по интернету. И когда увидела его, поняла, что мне не хватает. При всем том, что я имею, у меня очень хороший уход под глазами. Мне хочется в этот осенне-зимний период чего-то более плотного, более питательного. Именно на вечер. И также, если вы желаете, что я обязательно сделаю видео у моих на данный момент уходовых средствах за областью под глазами. Так как у меня, как я уже сказала, очень много таких средств. И я приобрела себе крем. Здесь дали несколько пробников от Киллз. И последний из подарков. Ну, один из любимых всех. Потому что я обожаю эту марку. Я делала такое видео недавно. И я влюбилась просто в эту марку. И хочется попробовать все честно. Я бьюти-маньяк. И когда мне что-то дарят или спрашивают, что я хочу. Естественно, мне хочется косметики. Мне хочется духов. Я думаю, как многим из женщин. Поэтому не стоит никого усуждать. Все мы разные. Много косметики не бывает. Я люблю ее, потому что я люблю пробовать. Мне доставляет это эстетическое, моральное удовольствие. Даже физическое, потому что мне нравится трогать, ощущать эти все коробочки. И я забежала в МАК. Забежала Света в МАК. У нас, к счастью, недавно, тут недалеко, в коммерческом центре, открыли МАК. И я взяла себе несколько продуктов. Во-первых, в МАКе дают вот такие пробники. Это тональный крем. Он идет в баночки. Сейчас я вам его покажу. Вот такая баночка. Когда вы покупаете какой-то продукт, вам просто-напросто предлагают пробник. Это здорово. Хотя спросила про помаду. Вот, вы знаете, когда меняешь футляруль, использованные несколько помад, во Франции, к сожалению, эту акцию от винили, и больше ее нет. Я взяла хайлайтер или пигмент. Это пигмент пудра Экля. Вы знаете, мои хорошие, этот пигмент, он волшебный. Я узнала от него от моей старшей сестры. Потом мне рассказала моя сестра-двойняшка, Елена Франс, у нее свой канал. И это классная вещь. То есть, это такое сияние, которое очень элегантное, очень красивое, очень насыщенное. Мелкий помол. Его хватит вам на всю жизнь. И лицо с ним становится просто неимоверно свежим, красивым. От попадения разных лучей света в разный дневной, вечерний период все это играет по-разному. Переливается разными красками. То есть, у кого есть возможность потестить, обязательно зайдите и потестите этот продукт. Также у меня были приобретены двое теней. Однушки от Мак. Я обожаю однушечки от Мак. Первый был более темный. И второй более светлый, такой блестящий оттенок. Очень красивое исполнение. Очень качественный. Очень хорошо ложатся. Не пылят. Более темный называется Blackberry Matte. Он такой баклажанно-сливовый. То есть, обалденный. И второй он называет Natural Flirt. Natural Flirt. Замечательные тени. Я с удовольствием их пользуюсь. Составляю мою коллекцию теней от Мак. И, естественно, я не могла обойти их новую палетку. Новая палетка, она просто шедевральная. Во-первых, у ней очень красивая упаковка. Она достаточно броская. Но она тоненькая, как шоколадка, как телефон, как что-то такое элегантное для женщины. И наполнение у нее, ну, просто сногсшибательное. Очень красиво подобраны цвета. Они такие элегантные. Они спокойные. Они с хорошей пигментацией. Есть и матовые, и шиммерные оттенки. Есть обалденный, очень красивый хайлайтер, который переливается, который мягкий, который просто освежает ваше лицо. У них несколько таких палеток в различных-различных вариантах. И стоят они 39 евро у нас во Франции. Такая палетка. Но вот эта, она просто покорила мое сердце. Я думаю, имея вот такую палетку, вам, в принципе, больше уже ничего не надо, кто любит такие оттенки. Вы можете сделать, как и с Моки. Вы можете смелать макияж без макияжа. В общем, я не буду сегодня долго останавливаться на ней. Я только начала тестировать. Поэтому расскажу позже о моих ощущениях. Ну вот, мои хорошие, вот такие подарки у меня были сделаны. Надеюсь, что вам было интересно. И самое главное, вы восприняйте это видео не как какое-то хвостовство, а просто мне хочется поделиться с вами какими-то новинками. Вот что-то я нашла, как коробочку красоты. И хочу, чтобы и вы, кто, где живет в России, скорее всего, нет. Хотя можно узнать, есть ли интернациональная доставка. А те, кто живет во Франции, узнали, потому что у многих нет времени что-то искать в интернете. Я блогер, я люблю все это. У меня есть на это время. Поэтому я делюсь с вами. Я всех целую, обнимаю. Спасибо за ваши огромные, многочисленные поздравления. И это самый большой подарок. Также Саша написал мне открытку. Ее не принесла. Были посланы открытки от друзей, от родственников. Настоящие картонные открытки, которые не имеют цены. И которые я храню и буду перечитывать. В общем, всем спасибо. И до новых встреч на моем канале. Ваша Светлана Франция.